здравия желаю уважаемые подписчики и гости канала продолжаем опыт и сегодня мы настроили на этот же выпрямитель как я уже неоднократно его в деле показывал 42 вольта 2 ампер настроили на двигун с постоянными магнитами то есть движок у нас качает ток и крутит колесо то есть это уже электростанция ток мы можем разбирать вот отсюда напряжение низкое проверить нечем сейчас вам скажу какой напряжение 1.7 вольта однако напор у него хороший потому что мотор работает на 12 . при мощности 200 ватт сейчас он на мощности где-то 6 раз ниже 6 раз ниже значит мощность его 30 30 где-то 35 но это мы можем сейчас замерить на электронном счетчике померить на этом он показывает что разбора у нас конечно нет почему потому что здесь зеленый горит то есть система работает уверенно и хорошо и возможно она еще не только ведь снимает от вечное колесо но и будем качать иначе отсюда будем качать ватты его можно сильнее разогнать еще используя используя реле и тогда можно качать уже ватты и киловатты это пробный экземпляр то есть это прототип этим можно качать наверное сейчас померим раз здесь у него расход на нулю на этом значит у него однозначно большая реактивная энергия обратно вот мы сейчас это и проверим проверим мы на электронном счетчике итак проверяем на электронном здесь у нас все точно показывает класс точности единица это один процент вверх или один процент вниз значит общий ток 10 10 то есть при 237 вольтах это будет около 24 ватт значит общий ток у нас 24 ватта так дальше энергия активная у нас 11 6 дальше вот она не знаю видно вот видного до 11 6 энергия обратная обратная по-русски реактивная по-русски обратная почти в два раза больше как видите то есть мы качаем 21 и 2 у нас 21 и 2 мы качаем значит 21 и 2 ватта в сеть то что показывает 11 и 6 день активка вот она показывает но вы видите полная 24 откуда же активка взялась никакой активки тут нету то есть все 20 ватт потому что разница 3 ватта это погрешность которая значит дает сам сам прибор который потребляет 2 3 ватта в час вот он дает то есть вот этот прибор в отличие от индукционного счетчика даже свое потребление записывает нам счет поэтому так и выходит то есть система она дать вечный двигатель и одновременно качер то есть закачивает ток сеть а сейчас мы посмотрим схему ну вот она потребление нету показывает зеленый свет тут даже и спорить не надо показывать все приборы а сейчас кто не верит что нет употребления а что мы закачиваем сеть это его личное мнение мы убеждать никого не будем а вот если есть вопросы или предложения пишите значит схема такова выпрямитель 42 ватта вольта 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 а не ватта 2 ампер 84 ватта это по по расчетам прибор шим который может вот некоторые ребята не понимают этот прибор может как и как и повышать напряжение так и снижать напряжение все зависит насколько вы подойдите повышать напряжение путем увеличения чистоты. И снижать напряжение путём уменьшения чистоты. То есть увеличение разрыва между чистотой. Время разрыва. И значит у нас получается вот что. А тут у нас мотор. Тут у нас мотор магнитный. И на нём маховик колесо. Так. Что у нас показали результаты? По приборам. По прибору учёта индукционного показал, что расхода нет. По прибору учёта электронного показывает, что у нас ещё мы в сеть отдаём. То есть у нас вот записал я 11 сюда идёт. А навстречу мы получаем 21. как видите, если здесь 11 слева, а справа на рисунке вот слева 11, справа обратно. 21, то не может ток проходить. То есть потребления нету. Не может он проходить. А вот сюда он может проходить в сеть. Потому что здесь больше сеть он проходить может. Итого мы, значит, видим и вечный двигатель, и качер тока в сеть. это качер, кто-то говорит, это не качер. Это качер, он по тому же принципу работает, импульсами. То есть мы взяли 11, а обратно обратно пихнули 21. Опять взяли, обратно пихнули 21. Понимаете? То есть мы не обременяем электрические сети, мы наоборот туда потихоньку закачиваем. Поэтому и плюс это в чём перспектива этого мотора. Перспектива, что надо набрать можно обороты. Это я потом проведу опыты. При больших оборотах, а потом, значит, делать перерыв уже даже не на сэме, а на реле. Тогда мы получим выход прямой энергии. Единственное, что у нас выходной топ слабый. Единственное. Два, два вот у нас всё показывает, видите? Выходное напряжение два. Два вольта. Два двадцать, два пятнадцать, вот так вот показывает. А так у нас в принципе сама система может выдавать двенадцать на полный. То есть у нас получается тридцать ватт. это выход. Это выход. Это не считая, это не считайте реактивную. У нас тридцать ватт это сама мощность. Это энергия лишняя. Не надо считать. Вот эту, вот эту вот, это выходная. А реактивная это не выходная. Это лишняя, которая назад пошла. Выходная тридцать ватт, а это вот лишняя. Вот тут вот вся беда, ребята, то, что вопросы мне задают некоторые люди, там, Марк есть такой. он меня упрекает, что я считать не умею, но не умеет считать он, потому что математика, матема и тик, а тик это тикнутый. Кто изучает математику, тот считать не умеет, а кто изучает арифметику, тот умеет. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного дару.